Представление о высшем благе, о счастье как цели, о задачах политики и каждого человека, который пытается достичь счастья и блага. Досуг — там очень важный момент, понимание блага, счастья. И я разъясню связь между этими словами, потому что они немножко кажутся непонятными современному читателю. Непонятными я скажу, почему. Почему нам очень сложно понять то в текстах, где он говорит о счастье. Я напишу на доске, чтобы у нас были эти ключевые слова, и можем, пожалуйста, высказываться, буквально какие-то небольшие сообщения. Помним, я ключевые слова напишу, чтобы было видно. Эф-дай-мония — это счастье, переводится. Иногда переводится как блаженство. Иногда переводится как счастье, блаженство. Эф-дай-мония, видите, тот же префикс, который говорит о хорошем, что и эф-дзен. Эф-дзен — жизнь, дзен, и эф — тоже хорошая жизнь. Вот это вот эв означает, как мы помним, хорошая. Все же эф-харистия, вот эти все слова греческого языка, их сотни. Вот эф-дзен — это хорошая жизнь. Помним, вы читали, что политика не просто для жизни, а для хорошей жизни. Потом цель — это благо, агатон. Агатон. Эф-дай-мония — счастье. И досуг с холе. Какие еще ключевые слова здесь, вы помните, важные у Аристотеля? Ну, полис. Полис. Давайте выпишем эти важные слова. Праксис поэсис. Теория — это созерцание. Отсюда потом мы знаем слово теория. Изначально оно имело такое значение — созерцать, видеть, непосредственно переживать. Теория была связана с корнем божественное. Полис. Теория — любимая кайнония. Кайнония. Там, где полис идет, кайнония. Кайнония. Так, вот так. Кайнония. Цель. Там постоянно речь идет о цели. Благо как цель. Жизнь человека как цель. Цель политики. Слово телос. Мы знаем это слово по телеологии, учения о цели. Телос. И очень часто в тех местах, где речь идет о благой жизни, осуществлении жизни, там всегда есть глагол как достижение цели, попадание в цель. Интуиция греческого языка. Мы говорим по-русски осуществить, реализовать себя, раскрыть себя. А по-гречески попасть в цель. По силу этой. Вот у нас есть цель, значит мы ее достигаем или промахиваемся. И все, слово цель, совершенствование, самосовершенствование, везде в греческом это слово цель. Телос. Такой, но не телос. И что-то еще, но по походу будем потом вписывать, я буду вспоминать, когда мы будем обсуждать. Досуг. Говорили это слово, школа отсюда происходит, да. Эвдоймония, Эвдзен, Агатон, Праксис, Поэсис, Теория. Валентин, что вы еще сказали? Агатон был, да. Благо, да. Праксис, да. Да. Практика, продуктивная деятельность, Поэсис. И что еще? А, колосс. Я на колосс. Мы говорим, колосс, прекрасный. И отсюда, вы помните, это, наверное, в университетах, в гимназиях часто повторяют это слово. Кало, ка, гатье. Кало, ка, гатье. Идеал эллинов. Прекрасное и благое сочетать в человеке. Единство прекрасного и благого. Прекрасные поступки, справедливые, добродетельные. А вот еще добродетель, аретэ. Вот эти слова я также раскрою после перерыва, покажу их связь между собой. Это базовый словарик наших с вами текстов. Аретэ. Аретэ. Добродетель. Аристократия. Нет, аристократия — другое слово. Аристократия — слово «аристон», лучший. Арестон. Арестократия. Да, арестон. И иногда высшее благо есть в словосочетании, особенно в дикомах его этики. Агатон, вот ареста, то есть высшее, более благородное и так далее. Это очень важное слово «кала-кагати». Как идеал воспитания, образования и так далее. Почему важен сегодня Аристотель? Потому что он говорит о том, что полис не должен уходить от воспитания граждан. Воспитание граждан не в смысле тоталитарное насаждение чего-то, а практикование ряда добродетелей и воспитание гражданина. Воспитание граждан. Воспитание граждан. Ну, это идет по всем его практическим произведениям. И в этиках, и в политике. Иначе просто мы не сможем стать свободными. Полис — это пространство, где мы можем себя осуществить, и где мы можем подлинно быть свободными. И, кстати, мы увидим связь с холе, с рабством, с свободой, добродетелей с рабством тоже. Это проходит красная нить. Для времени Аристотеля это очень поздний, спелый, зрелый продукт длительного пути. Потому что движение полисное начинается в VIII веке до н.э. Вначале практика, пробы и ошибки, а потом уже после практики возникает попытка осмыслить. Это IV век до н.э. Это уже поздний период. До этого были софисты, до этого были мыслители, которые строили свои тетики. Но от них не дошли тексты. Например, у Гераклита был целый трактат, где была глава о политике. Пифагорейцы вообще составляли политическое учение. Это первые масоны, как бы, да. Они полностью, как раковая опухоль, оккупировали юг Италии. Полностью философы правили. Это не идея Платона, что философы должны править. Какой глупый Платон. Философы правили за много лет до Платона, за 200 лет до Платона. У меня есть в Ютьюбе курс лекций по античной философии, там есть лекция о пифагорейцах. Я там говорю, метафору изобрёл подводного эпицентра землетрясения и его отражение на, скажем, через 300 тысяч километров. Движение пифагорейцев — это подспудное подводное движение, потому что поколении Пифагора не осталось ни текстов, ничего. Мы знаем только отзывы и описание поздних авторов, что происходило. И мы знаем, что происходило ужасное, что было антипифагорейские восстания, что сжигали их дома, убивали их, вылавливали и пытались искоренить их власть. Она продолжалась достаточно долго на территории Южной Италии и ещё в ряде колоний. И где-то это продолжалось более 100 лет, это большой период. В Украине всего 27. Это как-то как узурфация философами или это было требовало? Каким образом это могло сформироваться? Все политики обязаны были быть философами или наоборот, как бы философы обязаны быть так подозрительно? Очень просто. Может быть, это для вас будет удивительно звучать. Философия и преподавание философии, и первая школа философская, именно Ордень Пифагорейцев, возникал с политическими целями. Они соединили политику с исследованиями. И учение, которое они создавали, имело своей целью практическое применение. То есть не вначале философия, потом политика, а это первая попытка большой группы людей, какой-то там, не знаю, аспын современной, или какая-то современная масонская ложа, которая объединила громадное количество аристократов, мыслителей, и они общались как сетевая система. Это же маленькие города, они между собой общаются и свою власть расширяют. Очевидно, была практикация, как у масонов в 18 веке. Очевидно, была поддержка друг друга, очевидно, были какие-то внутренние связи. Почему восстание? Отчасти мы объясняем это тем, что поскольку у них доктрина была тайной, они себя отъединили от народа, были от него отгорожены обетами молчания, несохранения тайны учений и так далее. Это было такое странное руководство. Местами оно было очень успешное, но, очевидно, это пугало италийцев тогда. Как у Лема Абадеми, да, анонимная диктатура. Ну, что-то подобное. Что-то подобное. Ну, вот это впервые интеллектуалы правят. Впервые интеллектуалы правят. Хотя в истории, сейчас не хочу углубляться в эту тему, самая первая цивилизация шумерская, в городах правили жрецы-священники. Они вообще строили всю экономику, всю цивилизацию вокруг храмов. Там же была и возникла письменность, благодаря храмовой экономике. Называла этот термин современный — храмовая экономика. Письменность, администрация, представление политической власти. Впервые оно было связано с храмом вокруг храма. И даже в шумерской мифологии в одном из самых древних городов вначале возник храм, а вокруг него цивилизация. Был создан мир, в мире построен первый храм, и отсюда пошли круги разных других городов и храмов. Так что пифагорейцы идут в цепи очень длинной традиции. Зря на философов наговаривают. Давно-давно и успешно правили. Успешно, но их потом век убивали. А люди завистливы к успеху. Они не просто завистливы и всех пугают неизвестность, а способность передавать этому всякие зловичьи очертания. И сейчас, не дай Бог, включить телевизор в виде шума эстрасенсов, и люди продолжают этому верить. А тогда, я думаю, что было… Нет, любое тайное общество порождает недоверие. Так было с христианами в первом, втором, третьем веках. Если читать античных авторов, им приписывали самое страшное злодеяние, что они едят людей, что они вообще разлагают общество, семью и так далее, государство. Потому что христиане жили замкнутыми… Их не пускали в публичную сферу, и они жили замкнутыми группами. Это порождало страх, так как иудеи в Средневековье. Поскольку они жили в гетто, их обвиняли тоже во всем самом страшном, что они там кровь младенца употребляют. Да, 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 конечно. Потому что чужое, другое, непонятное. Видите, у нас… Раз непонятно, лучше его устранить. А мы пойдем другим путем. Текст непонятный, но мы пытаемся его все время прояснять. Я вначале буду от конкретики идти, а потом пойду к обобщениям. От конкретика. Сейчас сессия на факультете. У меня два курса, например. Первый курс — 17-летние дети, фактически. Ну, взрослые люди, но по 17 лет. 2001 года рождения, представляете? С людьми. Говори с людьми, 2001. Это было самим детский садом. Это, кстати, придает… Это, кстати, большой вызов всегда преподавателям. Потому что у меня каждый год приходят новые, новые, новые молодые люди. И в то же время ты общаешься со зрелыми людьми, 35+, а там может быть и больше, и больше. И здесь приходят совсем дети. А я думала, вы скажете, Аня, каждый год все не новее, Аня, все новые, новые. Ну, это правда. Но как раз преподаватель, он настраивается, есть настройка. У Ани хорошая метафора, несколько метафор — это камертон, настраивание себя. И у неё есть такой оборот — проверить собственные настройки. Боже, меня полмейстер цитирует. Одна метафора, как реставрация картины, а вторая — проверить собственные настройки. С одной стороны, чтобы дышать чистым воздухом, а с другой стороны, отбрасывая то, что наслоилось историческое в Аристоселе. Это попытка идти сразу в нескольких направлениях. Понять содержание и дышать чистотой этого содержания. С другой стороны, понимать, что исторически обусловлено. В прошлый раз всех зацепило рабство, например. И мы долго эту тему обсуждали. Потому что, с одной стороны, она оказалась архаичной, а с другой стороны, она вплетена вообще в антропологию Аристотеля. Потому что понятие блага, счастья, досуга, свободы связано с чем-то более глубинным, чем просто политическое или юридическое рабство. Да, и мы это говорили, не факт. Потому что поменялась форма, де юра рабства не существует, но Аристотель говорит о более глубинном рабстве. Вы цитируете в эссе, что зацепила эта фраза Аристотеля. «Раб, который себе не принадлежит, принадлежит другому». На этом уже построена вся политика и этика Аристотеля. Что значит принадлежать себе? Это значит делать что-то, что самоценно. И ориентировать свои усилия на то, что самоценно само по себе. В этом, кстати, есть один из ключей к благу. Но я потом это покажу. Так вот вопрос. Я возвращаюсь к своим студентам и вообще молодым людям. Рассматривая их в перспективе последних 25 лет, это годы моего преподавания, я вижу, что многие осознают важность и интерес к тому, что им дают уже после университета. Здесь всегда возникает какой-то диссонанс. Вот они приходят, они приходят как потребители. Некоторые с какими-то мечтами, с иллюзиями, идиллиями. И вот они от них ломаются. Они к тебе подходят очень потребительски. В основном они не понимают многих вещей, которые им дают. Даже как ни старайся. Порождение интереса, объяснение, почему это важно, остаётся главной тайной. До сих пор мы ищем ключи, как это подавать. Но это не работает в общем. И студенты даже в Европе, в Германии особенно, чувствуют недостаток индивидуального подхода. Потому что образование — это индивидуальная вещь. Оно порождается индивидуумом. И если бы даже у меня есть большой опыт преподавания в университете, но он не срабатывает в общем. Потому что каждый студент, каждый индивид, у него совершенно другое представление, что интересно, зачем это нужно. Понимаете, Стасий, о чем я говорю? То есть, допустим, я бы выстроил теорию, я объясню, зачем нужна философия, музыка или политика этим молодым людям. Но это не сработает, потому что здесь сидит 30-40 молодых людей, которые совершенно разные. И без разговоров с каждым это невозможно. А разговор с каждым невозможен в рамках университетской системы, в рамках школы, например. Поэтому... Сидут психологи, общаются. Психологи, да, рекомендации. А потом говорят, в связи с этим вы говорите о том, что дальше в политической теории, и в связи с этим говорят, что дальше с образованием, потому что оно не срабатывает в таких обобщающих индустриальных схемах, когда есть 20-30-40 человек в классе, на курсе и так далее. Но время и подход не подстроены под индивидуальный. Лучше давать 3-4 лекции вступительных, а потом работать индивидуально с людьми. Но они к этому не готовы. Они требуют, и в то же время не готовы. Что-то усилие. Вот мы попадаем в этот коридор. О масштабировании на миллионы мы потом поговорим. Если это упаковать в одну фразу, как модель Аристотеля работает в глобальном мире. Аристотель не ставил вообще проблему глобализации. Это одна из слабостей Аристотеля. Он постоянно рассуждает, в третьей книге, например, что полис должен быть небольшим. Люди должны знать друг друга. Потому что мы знаем их добродетели. У нас политики. Их создают «медийная добродетельность». Нам это трудно проверить. Курсирует, естественно, всегда в медиа, кто они на самом деле такие. Все рассказывают, какие они такие. Но в полисе это невозможно. Аристотель, потому что все и так друг друга знают. Там реклама невозможна. А там политическая реклама теряет смысл. Там идёт другая вещь, акцент на риторику, когда сам политик должен говорить. Но политическая реклама там бесполезна. Поэтому также об этом поговорим. Модель Аристотеля и глобальный мир. Нужно ли это для миллионов? Возможно ли полис миллионник, миллиардник? Это также вопрос о будущем цивилизации. Это значит, что, а может быть, не будет больших государств. Может, мы снова перейдём к сети городов. Вот как всё началось между речью с сетей городов, так, возможно, этим и завершится. Но тогда, имея технологические подходы, гаджеты и так далее, мы можем в рамках своего поля сознать друг друга. Ну, конечно, возникает вопрос, зачем сколько умных? Зачем сколько умных? В Украине обратный вопрос, обратная проблема. Почему так мало умных? Все умные, все у всех там, то есть и так далее. Но в политическом, я брю, ключе, мы явно чувствуем недостаток ресурсов. Это потом, может быть, отдельно как-то поговорим. Это очевидно. Я раньше думал, что умные аналитики, знающие люди где-то скрываются в дебрях министерств, в каких-то подвалах Верховной Рады, в дебрях администрации президента. То есть технократы где-то присутствуют? Да, они есть, они всё контролируют и всё понимают. И просто мы чего-то не понимаем, как простые обыватели. С годами, вот последние лет 7-8, общение с людьми и так далее, я понимаю, что это предрассудок. Нигде этого нет. Чьи-то мы искали бы в этом подземельях. Потому что… Политика, чтобы завершить, она нацелена на другое. Политика ориентирована на другое здесь. На решение тактических, сиюминутных, достаточно, скажем, утилитарных вопросов. Поскольку нет этих стратегических решений, нет длительных проектов. И не нужны умы, которые бы этим занимались. Их не взращивают. Их не приглашают. Нет, нет спроса. Нет спроса. А раз нет спроса, они сами по себе не могут себя навязывать и так далее. Даже если бы они появились, им тоже нужно дать практику. Люди, которые не практикуют, невозможно. Вот здесь, кстати, я сказала, это важный момент новшества Аристотеля. Его нет у Платона. В таком полисе, более-менее совершенном, все должны учиться и управлять, и подчиняться. У Платона нет этого сюжета. У Платона политики управляют, но не подчиняются. Ну, может быть, когда они проходят только систему образования. У Аристотеля почему-то возникает эта дихотомия обратного процесса. Мы понимаем важность указов и с точки зрения подчинённых. И поскольку мы меняем постоянно сферу, кто-то правит, кто-то подчиняется, возникает такой цикл постоянно. Мы меняемся местами. Если я подчинялся, то я могу смотреть с этой роли. Если я правил, то, кстати, с другой. Обмен ролями постоянно. Так что это глобальный вопрос. Я только отчасти их затронул. Образовательный канон. Ну, вот Стаси отвечает Аристотель по поводу музыки очень просто. Здесь у меня... Ну, важно, другие тексты, правда. Если цифра римская 6, это восьмая книга. 6. И всего сказанного ясно. И то, какими инструментами следует пользоваться. Воспитание не следует допускать. Не флейту дальше, мы говорим, что нельзя допускать. Стиль Аристотеля. Казалось бы, в таком мусоре. И вдруг жемчужина, которая бросает свет сразу на целую-целую книгу. Кефара или чего-либо подобного, точка запятой. Нужно взять из инструментов такие, которые помогают стать хорошими слушателями. Об этом говорят современные когнитивисты. Я часто на лекциях об этом говорю. И у Черниговской об этом говорится. Что для чего люди ходят в музыкальную школу? Чтобы потом не болеть болезнью Альцгеймера в старости. Потому что слушая, умея играть на инструменте, например, скрипач, пианист, по-другому работает мозг. Он очень внимателен к звукам. И шанс заболеть деменцией гораздо меньше. И я даю также слушателям совет тренировать внимательность именно на музыкальных произведениях. Внимательно слушая музыкальные произведения, например, сонату хотя бы. Постоянно срываемся, провалимся в свои мысли, возвращаем себя к сонате. Оказывается, об этом говорит уже Аристотель. Вот здесь очень важно стать хорошим слушателем. Как при музыкальном, так и при другом воспитании. Вот где музыка дает выход. Не только на слушание музыки, но потом уже на все другое. В разговоре, в понимании другого важно внимательно слушать. Музыка — это один из лучших входов. Перикл. Перикл от своего имени, как военачальник, это произнес. И там описан образ жизни в полисе, который абсолютно соответствует теории Аристотеля. Хотя это за более чем за сто лет до написания. Это два маленьких фрагмента. Послушайте, пожалуйста. «Для нашего государства, для нашего государственного устройства мы не взяли за образец никаких чужеземных установлений. Напротив, мы скорее сами являемся примером другим, нежели в чем-нибудь подражаем кому-либо». Это интересная мысль. Мы не подражаем никому, а сами стали примером для других. По иронии истории, благодаря христианской цивилизации античность стала образцом для всей культуры мира. Представьте себе, особый народ, небольшой, который жил в небольших полисах, по теории добродетелей, поведению, отношению к себе, отношению к досугу, стал образцом на две с половиной тысячи лет вперед. Не каждому народу такая честь преподали. Это само по себе требует. И так как у нас городом, ну такой перевод, полисом, управляет не горсть людей, а большинство народа, то наш государственный строй называется народоправством. В тексте «демократия». В частных делах все пользуются одинаковыми правами по законам. Что же до дел государственных, то на почти почетной государственной должности выдвигают каждого по достоинству, поскольку он чем-нибудь отличается не в силу принадлежности к определенному сословию, но из-за личной доблести. Терпимые в своих частных взаимоотношениях в общественной жизни не нарушаем закона, главным образом из уважения к ним и повинуемся властям и законам, а также законам, не писанным, нарушения которых все считают постыдным. Здесь Перикл пишет о том, что они подчиняются, они привыкают подчиняться законам, они все уважают законы. Это отличает афинян от других эллинов и варваров. Уважать законы. И еще ключевая фраза, медленнее цитирую. «Признание в бедности и у нас ни для кого не является позором, но больший позор мы видим в том, что человек сам не стремится избавиться от нее трудом». Бедность не порог, но порог то, что человек не стремится избавиться от бедности. «Одни и те же люди у нас одновременно бывают заняты делами и частными, и общественными. Одни и те же люди занимаются и частными, и общественными. Однако и остальные граждане, несмотря на то, что каждый занят своим ремеслом, также хорошо разбираются в политике». Маленькое отступление от Аристотеля, то, что Валентина возмутила. Он долго медитировал в тексте «Ремесленники, почему они не пускаются в политику, почему ремесленники не могут быть?» У Перикла могут. Он говорит, что ремесленники также правят. И вот еще важная фраза. «Ведь только мы одни признаем человека, не занимающегося общественной деятельностью, неблагонамеренным гражданином, а бесполезным обывателем. Тот, кто не занимается общественной деятельностью, бесполезный обыватель». Мы не думаем, что открытое обсуждение может повредить ходу государственных дел. Открытое обсуждение. Напротив, мы считаем неправильным принимать нужное решение без предварительной подготовки при помощи выступлений с речами «за» и «против». В отличие от других, мы, обладая отвагой, предпочитаем вместе с тем сначала основательно обдумать наши планы. Вот такая цитата, которая говорит о нескольких вещах. Первое. Экономический ценз для них не важен. Второе. Они поочередно управляют и подчиняются. Видите, схема Аристотеля. Третье. Все должны жить политическими интересами. Кто не входит в интересы политические, тот считается подозрительным. И четвертый момент. Эта политика, которая охватывает всех, она опосредована обсуждениями, речами, логосами в тексте. Буквально как по Аристотелю. Когда Аристотель пишет об этом, что в первой книге, что мы, существа, обладающие речью, логосом, формулируем абстрактные понятия, что общение, койнония, связано с этим словом «логос». Слово понятно, но я всё-таки его напишу. И койнония соответствует тому, что мы не просто живые существа, а живые существа, обладающие речью. Поэтому мы можем выстраивать свою жизнь самостоятельно. В этом один из аргументов Аристотеля. И здесь указывают исследователи два аспекта. Первый. Он говорит, что человек — существо политическое. Он может раскрыться только в сообществе. Он не может по своей биологии, по своим антропологическим данным существовать изолированно. Но то, что он обладает логосом, надстраивает над биологией пространство полиса. Здесь вот как раз я всё немного поправляю. Мы не государственные существа, по Аристотелю, а политические. То есть существа, которые должны быть сосуществовать в группе. Потому что он некоторых животных тоже называет политическими существами, то есть стадными, групповыми, да, вот такими. Но из-за того, что у нас есть логос, мы можем эту совместную жизнь организовать так, чтобы максимально полно раскрыть человеческий потенциал. Вот задача политики, которую, возможно, вы не совсем уловили. Он говорит о том, что жизнь есть вегетативная, душа есть вегетативная, питание и рост. Есть животная часть, а есть разумная часть. Полис — это организация разумной части, это попытка создать пространство, где мы максимально раскроем лучшую часть души. По Аристотелю — это рассуждающая логосная часть души. Отсюда и искажённые формы полиса. Мы можем создать или такой полис, где мы себя можем в полноте раскрыть, а это и есть благо, вот где идея блага. Это не просто хорошая жизнь. Когда мы говорим о полисах, Аристотель создаёт такой простой вопрос. Хороший полис — это там, где мы можем себя более полно раскрыть все, взаимном общении, взаимной кайнонии. Плохой полис — это там, где мы себя можем раскрыть хуже или совсем не можем себя раскрыть, как в тирании, например, когда есть воля одного, как у варваров. Там, где есть воля одного, мы все не свободны. Поскольку мы говорим о сообществе свободных, о кайнонии свободных, об общении свободных, то он говорит о том, что лучший полис — тот, который раскрывает это наше начало. По-другому, вот тест он нам предлагает, давайте оценивать государство вот этим тестом. Насколько мы можем лучшую часть себя раскрывать, осмысленную часть, насколько мы можем раскрыть себя как существа, обладающие логосом, смыслом и так далее. Это я просто комментирую, а не тезис о том, что описана практика. Вот практика уже есть здесь. Это практика греческих полисов. А теория пришла позднее, через 100, 200, 300 лет. Задать правильный вопрос — это очень важно. Задать правильный вопрос — это проделать еще очень большую-большую работу, потому что он открывает новое пространство. И Сэндл сравнивает философию здесь с политикой. Главная задача политика хорошего — это умение правильно поставить вопрос перед собой и обществом. Потому что, например, наша политика, или российская, или другие политики — это вынесение на поверхность неправильных вопросов. Это не те вопросы, которые касаются главного существенно в наших стратегических планах. Это технологическая часть. Это совершенно технологическая. Иногда это технологическая. Это умение повестки дня специфическим образом. Конечно. Включительно в целом управлении. Чтобы главное... Так вот, он и говорит, что хороший политик, он отстаивает политику публичную. И говорит, что здесь философия с политикой, да. Но у нас нет другого пути. И я после переменки скажу о ряде фрагментов меня поразившего книги последней Киссинджера «Мировой порядок». И у него есть там глава о Ближнем Востоке. И он прямо отвечает Андрею здесь. Он показывает, что, во-первых, идеализм американской политики, которые создали арабскую весну, поддержали арабскую весну, точнее, а вторглись в ряд стран, желая им передать универсальные принципы. Ирак, Афганистан и арабская весна. В результате, пишет Киссинджер, в мире возник момент с начала XX века очень опасный прецедент, который все усиливается и усиливается. Он называет это крахом государств. Сегодня в мире с возрастающей числовой угрозой возникают системы, где деградировали и разрушились государства. И теперь никто не знает, как их создать снова. И арабская весна показала, что, да, мы под эгидой великих демократических ценностей, прав человека, универсальных ценностей, открытого либерального общества, разрушили там государство, а теперь не можем склеить... Нет, они не могут... Я сейчас это не обсуждаю, это тоже интересно в вопросах. Выгодно это или нет? Киссинджер говорит, что невыгодно, и говорит, что это угроза глобальному миру. Когда растет количество стран, а туда еще входят такие страны, как Пакистан, например, и так далее. Он там не говорит об Украине, но мы приближаемся к этой опасной черте. Мы приближаемся к этой опасной черте. Возможно, к ней может приблизиться и Россия при определенном повороте, при потере этого лидера нынешнего, и при том, что это, возможно, коллапсники, что власть завязана на воле группы людей, воле одного. И его ответ Андреев такой, что это не очевидно, что какие-то общества, они готовы к политике. Показал опыт последнего десятилетия, не, да, 8 лет последних показало, что есть очень много стран, которые при потере диктатур, Ливия, например, или Египет и так далее, не могут теперь жить в политическом пространстве. И все усилия западных стран, особенно Америки, разбиваются, и ничего не получается. Вот книга Киссанжера вышла в 2014 году по-английски, два года спустя вышла книга «Кандализа Райс. Демократии». В обеих этих книгах есть большой раздел о Ближнем Востоке. Их диагноз совпадает. Они, как люди, действующие изнутри, особенно Кандализа Райс, пишут, как разбивалась волна за волной попытки Америки что-то сделать в Ираке. Вот чего они могут сделать. А почему не попытка экспериментальной истории? Потому что там много планов. Прогрессорство. Ну как бы, ну все это самое там. Люди пробуют. Если возвращаться к Аристотелю, к вопросу Андрея, я надеюсь, что он вспомнил дальше, за ниточку потянет рассуждение. Если посадить Аристотеля перед Кандализа Райс, Киссанжером, перед лидерами этих стран, потерявших политику, он сказал бы, это почему произошло? Во-первых, потому что там нету идей общего блага, потому что много этих групп, кланов, племен. И вот они распались. Да, не полисов, а племен, кланов. То, что он называет экономикой, семейные кланы большие. А нету над... Или антократия, есть еще... Да-да-да, но над кланами нет общего интереса. И второй, они не могут договариваться. У них нет койнонии. Они живут на таком полуживотном уровне. Они обеспечивают интересы своего клана, своих больших семей, своих групп. И в результате вот коллапс политической системы, потому что, а, интересы клана, а не интересы полиса. Два, нету воли и способности обсуждать, говорить. Потому что каждый животным образом тянет на себя и сила с силой, но они не балансируют. Нет баланса. В Ираке, в Афганистане, извините, единственная возможность, как пишет Киссинджер, они возвысили одно из племен и искусственно усилили американцев. Но все равно это порождает недовольство других племен, поскольку в Афганистане много вот этих вот племен и баланс интереса очень трудно соблюсти. Так что вот вопрос. Все ли готовы? Опыт показывает, что нет. Мы же не говорим о ряде африканских стран. То есть, если все это собрать, ряд африканских стран, Северная Африка, Ближний Восток, вплоть до Пакистана, часть южноамериканских государств, мы увидим, что, наверное, 40% территорий фактически не проходит тест. Андрей, когда Османская империя была разрушена в 2018 году, возникли поиски этих идей. Турция нашла национальное светское государство и недавно по-украински вышла биография Кемали, Ататюрка. Кому интересно, история Турции этого периода, борьба с Грецией, Греция хотела создать Пан-Эринскую империю и фактически была отброшена. Греция вот-вот-вот побеждала уже. Греческая армия все давила на запад, на запад, на запад. Вот как раз Кемаль, Ататюрк возглавил это движение, отбросили и Турция возникла. А вот эти страны, Сирия, ряд стран Ближнего Востока, часть вот Ирак, Иран, сейчас Иран немножко в другом ситуации, не справился с задачей. Вот та идея, которая была, она ушла, а новая идея не возникла. Поэтому пришли диктаторы, поскольку исламская идея не сработала. В Иране нету диктатора. Ну это другая тема. Где-то сработала, где-то в Иране сработала, Судовская Аравия пока сработала. Но я просто говорю, что общее благо оно должно опираться на какие-то истории, мифы или какие-то идеи. Само по себе политика не может быть технологичным, технократичным продуктом. Это ошибка, что политику можно создать как технологический проект. И когда союзники пытались создавать технологические проекты, создавая технологические же границы, я всегда говорю вам, посмотрите, какие границы, Сирии, например, Ирака, посмотрите, какие в Африке границы, они строго геометричны. Их просто порезали, давай вот тут проведем. То есть это белые мужчины делали, не правильно так? Раз, и проводили границу, разъединяя племена, культуру, истории и так далее. То есть идея, миф, история, определенная культурная вещь. Вместо пам-исламистской идеи новая идея не пришла. В Украине то же самое. Борьба за идеи, борьба за... Да, ну вы опять эти философы, историки, опять и национальная идея, зачем она вообще нужна? Нужно просто хорошо жить, построить пространство, где всем будет хорошо. Нет, так не получается. Когда я вернусь, и у нас будет краткий пример с Киссанжером, он говорит о том, что сегодня слово демократия теряет значение. Не потому, что демократия плохо, а потому, что демократию превратили в ничего не значащее слово, и его применяют как угодно. Но людей пугают. Да, поэтому речь идет, я бы парировал, если бы был Фукуямой, но Фукуямой вопрос, зачем, как интересует, сказал бы так, что что вы понимаете под демократией, это зависит от того, как мы ее понимаем. Что вы здесь разведите? Потому, что, например, можно ли считать восстание демонстрации желтых жилетов демократии? Ведь вот Киссанжер в девятой главе об этом пишет, что благодаря социальным технологиям, благодаря социальным сетям, например, и умению организовать видимость публичности, видимость давления, очень легко снять большие группы людей, которые выходят на площаде, потом объявлять это волей народа, потом требовать от политиков реагировать на эти группы. Это демократия? Киссанжер говорит, нет, смотрите, мы, Запад подумал, Америка подумала, что весна арабская — это демократия. Она привела к власти военных и радикальных исламистов, потому что они оттенки потеряли, вот эти элиты потеряли оттенки. Точно так же и эсовские элиты теряют оттенки. Можно демократию представить, согнав сто тысяч людей на площадь, сняв это под пение, скандирование, под зажигание свечей, например, то, что делали на площадях, Египта, Ливии и так далее. То, что делали и дальше на площадях. И возникает вопрос, это демократия или нет, потому что ведь не все люди активны в социальных сетях, не все люди готовы активно выражать свою позицию. Небольшие группы, но мобильные и громкие, которые умеют объединяться, например, как вот жёлтые жилеты, они создают давление и теперь, как вы знаете, они уже хотят свержения власти Макрона. Вначале это было экономическое требование, а сейчас это политическое требование, причём оно максимально радикальное. А их не так много, извините, что их не так много, где-то 5,5-6 тысяч людей было демонстратов в Париже. Это что, весь Париж, это что, вся Франция? Это по всей Франции. Но, в принципе, это небольшая группа людей. Это очень хорошая статья была вот года два назад как раз по поводу темы нетерпимого меньшинства. В начале этого года. именно нетерпимость этой группы определяет повестку дня и создаёт эту группу. Но она выдаёт себя за демократию, вы понимаете, это вот то, что я отвечаю Андрею. В нашем мире, где есть картинка, видеокартинка, и здесь есть технологии создания видимости больших групп, они легко подменяют собой представление демократии. И Макрон недаром отказался с ними говорить. На него давят и говорят, ты не прав, ты должен говорить. Но он понимал, что говорить с ними это значит легализация их как представление народа. В конце концов, он выступит или сегодня, или завтра с обращением к нации. Но он отказался выступать, принимать делегацию. Потому что любая такая группа, она будет требовать, чтобы её приняли, чтобы её требования реализовались. Но это тогда разрушает полис, разрушает каинонию. И помните, почему жёлтые жилеты? Главное, почему причина? Нет, ну всё, идея-то хорошая. Посмотрите, ведь что... Он с ней на выборы пришёл. Да, во-первых, политик пришёл на выборы раз. Во-вторых, идея совершенно экологична. Повышать налоги на дизельное топливо, повышать налоги на бензин, повышать цены для того, чтобы увеличивать долю экологического транспорта. Ну плюс там ещё были коммунальные услуги. В результате можно сказать, что это движение что, антиэкологично? Но оказалось, что требования жёлтых жилетов связаны ещё и с другим. С несправедливостью социальной, что Макрон это президент богатых, такой тезис стал появляться, что он фактически давит на среднего француза, поскольку в основном движение началось провинции, а для них это очень дорого и коммунальное, и топ бензин и так далее, и тому подобное. И они стали себя противоставлять элите столичной. Французы делятся уже на две группы столичная элита и обычный француз. Александр, пожалуйста, вы написали тоже очень... У вас эссе рассуждения, вы много ставите важных вопросов. Тоже один из способов писания текста. И те люди, которые... Я упомянул сегодня о нескольких, вот Майкл Сэндл и совершенно с другой стороны Генри Киссинджер, я могу еще добавлять имена, они как раз и говорят о том, что нужна кой на ней. Что мы наоборот последние десятилетия перестали озвучивать свои настоящие позиции, вы сказали, называть вещи своими именами, определять, о чем же мы говорим, возвращать сложные вопросы в публичное обсуждение. Этого нет, поэтому технократические элиты делают у них свои интересы, локальные группы видят оторванность от политиков, они не представлены в политических силах, и возникает эта фрагментаризация, разрывы, возникает недоверие к политике как таковой. Наши кризисы это результат недоверия к политике как таковой. Вот посмотрите, сейчас вы скажете, я процитирую вот это интервью, оно просто по-немецки, Майкла Сэндлла, он там говорит о респектабельных политических партиях, он говорит о том, что респектабельные политические партии из-за самоуверенности, из-за того, что они стали технократичны, они не слышат новых важных вызовов и вопросов, они увязли в старых вопросах, в старых схемах, в тех схемах, которые не работают. И граждане, поскольку видят, что политические респектабельные партии абсолютно не озвучивают их интересы и не реагируют на те новые вызовы, они ищут альтернатив. Отсюда недоверие к политике. Кто осуществляет в современной системе Койна-НИЮ политические элиты с помощью политических партий? Политические партии отказываются вести разговоры на эти темы, блокируют эти обсуждения, и тогда возникает разрушение политики, недоверие к ним. Возврат доверия к политике это значит готовность вернуть эти разговоры. То, с чего начинает Аристотель свою политику, а именно что это общение, это высшая форма общения. Мы используем здесь свой логос, мы учимся координировать свои интересы. Это и есть аристотельская модель. А без этого ничего невозможно. Если мы не обсуждаем, мы не общаемся, политика становится техно, технократией, тогда возникает то, о чем вы пишете. Это как раз уход от Аристотеля. Почему я говорю, что он важен? Точно.